Салман Рушти Часть первая, один Профессор Малик Саланко, в прошлом специалист по истории идей, а ныне мастер-кукольник, человек вспыльчивый и не сдержанный, после пятидесяти пяти, по собственному, осуждаемому многими выбору, сделавшийся холостяком и отшельником, в свои серебряные годы неожиданно обнаружил, что живет в золотом веке. За окном стояло долгое влажное лето, первое лето третьего тысячелетия, взваренное, потное. Город кипел деньгами. Никогда еще стоимость жилья и арендные ставки не взлетали так высоко, а мода не была столь модной. Новые рестораны открывались каждый час, магазины, агентства, галереи соревновались за право удовлетворять заоблачные потребности во все более изысканной продукции. Оливковое масло экстракласса, штопоры по 300 долларов за штуку, изготовленные на заказ хаммеры, новейшие антивирусные программы, акробаты и близнецы для эскорт-услуг, видеоинсталляции, ар-брют, искусство маргиналов, невесомые шали из пуха бородок вымирающих горных коз. Такое множество людей обустраивало свои жилища, что эксклюзивное оборудование для дома пользовалось громадным спросом. Возникали очереди на покупку ванн, дверных ручек, импортной древесины твердых пород, антикварных каминов, биде, мраморных плит и прочего. Несмотря на недавнее падение индекса фондовой биржи NASDAQ и цен на акции Амазона, новые технологии держали город на крючке. Все только и обсуждали, что новые интернет-компании, IPO, интерактивность – невообразимое будущее, которое едва брежело. И будущее это было огромным казино, где все делали ставки и каждый надеялся выиграть. На улице, где жил профессор Соланко, богатенькая белая молодежь в мешковатых одеждах маялась бездельем на розовых от солнца верандах, стильно имитируя бедность в ожидании миллиардов, которые в скорости непременно получат. Сексуально отстраненный, но по-прежнему оценивающий взгляд профессора, невольно задержался на рослой молодой женщине с зелеными глазами и высокими скулами, выдававшими ее центральноевропейское происхождение. Колючий ежик рыжеватых волос по-клоунски торчал из-под черной бейсболки с логотипом альбома Вуду Дианджело. На полных губах играла сардоническая улыбка, и она без всякого стеснения хихикала, попростецки прикрывая рот ладонью. Потешалась над старомодным, щеголеватым, маленьким Солли Соланкой, который в соломенной панамской шляпе, кремовом льняном костюме и с тросточкой в руках совершал свой ежедневный эмоцион. Имя Солли приклеилось к нему в колледже. Он никогда его особенно не любил, но так и не сумел от него избавиться. «Эй, сэр! Сэр, простите!» — окликнула его блондинка властным тоном, требующим ответа. Юнцы Сатрапа из ее свиты насторожились, как претарианская гвардия. Она нарушала правила жизни в большом городе, ничего не боясь, полностью уверенная в своих правах, своей власти и своих стражах. Всего лишь бесцеремонность хорошенькой девицы. Ничего особенного. Чуть помедлив, профессор Соланка повернулся к скучающей у порога богине. Она же, как ни в чем не бывало, продолжила. «Вы много гуляете? Вы ходите из дому раз пять-шесть на дню? Я то и дело замечаю, как вы куда-то идете. Сижу здесь и вижу, как вы то уходите, то приходите. Но у вас нет собаки, и не похоже, чтобы вы водили подружек или отправлялись в магазин. На работу в такое странное время не ходят. Вот я и спрашиваю себя, что это он все ходит туда-сюда один. Вы, наверное, слыхали? Какой-то парень ходит по городу и бьет женщин по голове куском бетона. Нет, если бы я думала, что вы извращенец, то не стала бы с вами разговаривать. И этот ваш британский акцент, в нем что-то есть, правда? Несколько раз мы даже увязывались за вами, но вы просто бродили без цели. Шли, куда глаза глядят. Мне показалось, будто вы что-то ищете. Вот я и решила выяснить, что бы это могло быть. Просто по-дружески, по-соседски. Вы загадка, для меня уж точно. В нем поднялась волна внезапного гнева. «Я ищу только одного!» — рявкнул он. «Покоя!» Его голос дрожал от негодования, гораздо более сильного, чем заслуживала ее навязчивость. Негодование, повергавшего его в шок всякий раз, когда оно потопом проносилось через нервную систему. Эта неожиданная агрессивность заставила девицу отпрянуть и замкнуться в молчании. «Мужик!» — проговорил самый крупный и бдительный из претерианцев, сентурион с обесцвеченной перекисью шевелюрой, без сомнений ее любовник. «Не слишком ли ты задирист для того, кто ищет покоя?» Девушка кого-то напоминала профессору. Но вот кого? Он никак не мог вспомнить, и этот небольшой сбой памяти, проявление возраста, приводил его в бешенство. К счастью, блондинки уже не было, никого не было, когда он возвращался с Карибского карнавала в мокрой Панаме, весь промокший до нитки после того, как его застиг врасплох теплый ливень. Когда он пробегал под дождем мимо синагоги Шеарит-Исраиль на Сентрал-Парк-Вест, белого кита с треугольным фронтоном над четырьмя, или, сколько их там, каринфскими колоннами, ему запомнилась тринадцатилетняя девочка, едва отметившая совершеннолетие, свою бат-митцву. Профессор увидел ее через боковую дверь, она стояла с ножом в руке, ожидая церемонии освящения хлебов. «Ни одна религия не знает обряда измерения благодати», — подумал Соланка, «а ведь, казалось бы, хотя бы англикане вполне могли изобрести что-нибудь в этом духе». Лицо той девочки светилось в сгущавшемся мраке, и в юных округлых его чертах читалась уверенность, что сбылись самые высокие ожидания. «Благословенная пора, если вы не гнушаетесь слов вроде благословенной, которых скептик Соланка всегда избегал». По соседству на Амстердам-авеню развернулась летняя праздничная тусовка квартала, уличная ярмарка, успеху которой не помешал даже ливень. Как подозревал профессор Соланка, сваленные здесь в кучу уцененные товары могли бы занять достойное место на полках и в витринах самых изысканных бутиков и дорогих универмагов на большей части планеты. В Индии, Китае, Африке, Южной Америке, проще говоря, в наиболее обделенных благами широтах, люди, имеющие время и деньги следовать моде, убили бы за товары с уличных развалов Манхэттена, равно как и запоношенные наряды и хлипкую мебель из грандиозных магазинов эконом-класса, бракованный фарфор и уцененную одежду с дизайнерскими бирками, которые можно отыскать в дисконт-центрах деловой части города. «Таким легкомысленно обыденным отношением к изобилию, к этому незаслуженному богатству, Америка оскорбляет всех прочих на планете», думал профессор Соланко в свойственной ему старомодной манере. Но сейчас, в эпоху изобилия, Нью-Йорк сделался объектом страстного вожделения всего мира, и это оскорбление только еще сильнее распаляет желания остальных. По Сентрал-Парк-Вест разъезжали конные экипажи, и колокольчики на лошадиной сбруе звенели, как монетки в руке. Киношный хит сезона живописал упадок Римской империи, который правил Цезарь в исполнении Хоакина Феникса. Честь и достоинство, не говоря уже о смертельных распрях, были здесь ограничены пределами огромной гладиаторской арены, амфитеатра «Флавиев» или «Колизея», воссозданного на компьютере. У нью-йоркцев тоже были свои цирки, свои зрелища и свой хлеб, мюзиклы о симпатичных львах, гонки на мотоциклах по Пятой Авеню, Брюс, поющий в Мэдисон-Сквэр-Гарда на сорока и одной полицейских пулях, унесших жизнь безвинного Амаду Диалло, полицейские, бойкотирующие этот концерт босса Спрингстина, Хиллари против Руди Джулиани, похороны Кардинала, кино про симпатичных динозавров, автомобильные кортежи двух в целом взаимозаменяемых и одинаково несимпатичных кандидатов в президенты, Гуш Бор. Хиллари против Реклацио, гроза во время концерта Спрингстина на стадионе Ши, инаугурация Кардинала, мультфильм о симпатичных британских цыплятах, литературный фестиваль, плюс целая серия шумных шествий, отмечающих этническое, национальное и сексуальное многообразие города и заканчивающихся иногда поножовщиной и нападениями, обычно на женщин. Профессор Соланко, который почитал себя прирожденным поборником равноправия, исконным горожанином, взращенным в убеждение, что деревня хороша только для коров, в дни парадов вышагивал щека к щеке, потной, с согражданами. В одно воскресенье он смыкал ряды с узкобедрами, гордящимися своей нетрадиционной ориентацией геями. В следующее отплясывал с толстозадой пуэрториканкой, обернувшей голую грудь национальным флагом. У него не было ощущения, будто толпа вторгается в его личное пространство. Совсем наоборот. В толпе, защищенной от вторжений, он обретал желанную анонимность. Здесь никого не интересовали его заморочки. Каждый приходил сюда забыть, кто он есть. Таково было несвязное волшебство людской массы. И в те дни единственная цель жизни профессора Соланки заключалось в том, чтобы уйти от себя. В тот самый дождливый уикенд воздух полнился ритмами калипсо, и не просто какими-то там «Прощай, Ямайка», Гарри Белофонте, или песнями-дразнилками времен юности Соланки, теплые воспоминания, которых вызывали у него теперь чувство неловкости. «Скажу тебе прямо, я осел. Не пытайся меня привязать, потому что я осел. Я буду брыкаться и орать, я осел. Не пытайся меня привязать». А сатирами настоящих оппозиционеров-трубадуров с Ямайки, музыкой групп Banana Bird, Cool Runnings и Yellow Belly, долетавшей из Брайан-парка, где она звучала вживую, и лившейся из вознесенных на высоту плеча бумбоксов повсюду на Бродвее. И все же, когда профессор Соланка возвратился домой с карнавала, им завладела меланхолия, привычная тайная грусть, которую он сублимировал в общественную сферу. Что-то было не так с этим миром. Оптимистическая философия его юности «мир есть любовь» покинула профессора, и он не знал, как примириться со все более фальшивой, другое идеально подходящее сюда слово «виртуальной» было ему глубоко отвратительно — реальностью. Его преследовали вопросы власти. Что творят втихую правители города, пока разгоряченные горожане вкушают лотос во всем его разнообразии. Не всякие там Джулиани и Сейферы, которые остаются оскорбительно равнодушными к жалобам изнасилованных женщин, пока в вечерних новостях не покажут снятую случайным прохожим сцену надругательства. Не эти топорно сработанные марионетки, а те, что на самом верху, пытающиеся утолить свои ненасытные желания, алчущие новизны, пожирающие красоту и всегда, всегда жаждущие большего. Уклоняющиеся от схватки, но реально существующие короли мира, безбожник Малик Саланко отказывал этим людям-фантомам в вездесущности. Вздорный, несущий смерть Цезарь. Как выразился бы его друг Райнхарт, болен к брокке с холодной душой. Трибуны, диктующие свою волю современным кориоланам, кориоланусам, а говоря по-простому, способные взять всех этих мэров и полицейских комиссаров за задницу. Профессор Саланко поежился. Он достаточно изучил себя, чтобы сознавать, что и сам отмечен клеймом вульгарности, и все же был шокирован, когда на ум ему пришел этот грубый каламбур. «Кукловоды заставляют нас брыкаться и орать по ослиному», переживал Малик Саланко. «Кто же дергает за веревочки, когда мы, марионетки, отплясываем под их дудку?» Между тем телефон заливался, когда он вошел в квартиру, все еще роняя дождевые капли с полей Панамы. Он схватил с базы трубку и прокричал с раздражением. «Да, слушаю, в чем дело?» Голос жены достиг его уха, пройдя через кабель, проложенный по атлантическому дну, или, может быть, уже через спутник, высоко над океаном. Теперь, когда все меняется, и не скажешь наверняка. Теперь, когда век импульсного набора сменился веком Тонового, когда эпоха аналога, она же эпоха языкового богатства, аналогий, уступила место цифровой Эре, знаменуя окончательную победу цифрой над словом. Он всегда любил ее голос. Пятнадцать лет назад в Лондоне он позвонил в издательство своему другу Моргену Францу, но того не оказалось на месте, и проходившая мимо Эленор Мастерс сняла надрывавшуюся трубку. Они не были знакомы, но закончили разговаривать только через час. Спустя неделю они ужинали у нее дома, и ни один из них даже не заикнулся о том, что подобный выбор места встречи для первого свидания нарушает все нормы прилечий. И были правы, что подтвердили полтора десятка прожитых вместе лет. И так он влюбился в ее голос раньше, чем в нее саму. Прежде им нравилось вспоминать эту историю, но теперь, когда они пожинали горькие плоды своей любви, когда воспоминания оборачивались болью, когда им не осталось ничего, кроме голоса в телефонной трубке, их повесть, конечно, стала самой печальной на свете. Профессор Соланко вслушивался в звуки голоса Эленор и с доли отвращения представлял себе, как этот голос дробят на маленькие частички оцифрованной информации, как ее низкая, красивая контральто сначала пожирает, а потом выплевывает главный компьютер, расположенный где-нибудь в районе станции Хайдарабад-де-Кан. Как выглядит цифровой эквивалент привлекательности, думал он? Какими цифрами кодируется красота? Что за набор чисел вбирает ее в себя, трансформирует, пересылает, раскодирует, умудряясь при этом сохранить, не разрушить самую ее суть? Красота! Этот призрак, это сокровище минует все новомодные машины без ущерба для себя, не благодаря технологиям, но вопреки им. Малик, Солли, это для того, чтобы позлить. Ты меня не слушаешь, ты весь ушел в себя, в одну из этих своих фантазий, и тот простой факт, что твой сын болен, даже не отложился у тебя в голове. Тот простой факт, что каждое утро, просыпаясь, я слышу, и это невыносимо, как он спрашивает, почему папы нет дома, не говоря уже о самом элементарном, о том, что ты ушел от нас без какой-либо причины, без тени намека на разумное объяснение. Ушел, улетел за океан, предал всех, кто нуждается в тебе, кто любит тебя больше жизни, до сих пор, черт тебя подери, любит, несмотря ни на что. Это был просто кашель, никакой угрозы для жизни мальчика, но она права. Профессор Соланка ушел в себя. И в этом коротком телефонном разговоре, и во всей их жизни, когда-то общей, а теперь раздельной, в браке, считавшемся нерушимым, лучшем в союзе, по мнению их друзей. И в родительстве, в отношениях с Османом, Соланкой, до невозможности хорошеньким, славным трехлетним мальчуганом, золотоволосым, на удивление, чадом темноволосых родителей, которые нарекли его небесным именем Осман, существительное мужского рода, буквально небо, переносное рай. Поскольку он и был для них обоих тем единственным небом, единственным раем, который они могли искренне и безоговорочно верить. Профессор Соланка извинился перед женой за свою рассеянность, а она уже рыдала. Эти громкие, трубные всхлипы отдавались болью в сердце, ведь его ни в коем случае нельзя было назвать бессердечным. Он молча ждал, когда она успокоится, а после заговорил самым вкратчивым тоном, лишая себя и ее право на выражение эмоций. — Я понимаю, что для тебя мой поступок необъясним. Помнишь, ты сама меня учила, какую роль играет необъяснимая... В этом месте она повесила трубку, но он все же закончил фразу. У... У Шекспира.